13 ошибок в общении с клиентом. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, я создатель сети школ, сети студий и первого прозрачного производства по пигментам для перманентного макияжа. Первое, что я часто вижу, это грубость. То есть, если вы грубы с клиентом, то это нанесет ему непоправимую травму и сарафана он вам не принесет. Он может даже ничего не сказать во время процедуры, как-то все это сгладить, проглотить, но он к вам больше не вернется. Я наблюдала такую картину на мастер-классе, когда я была, это было очень давно, это был очень классный, талантливый мастер с огромной очередью вперед, и она была реально груба со своими клиентами. Например, я видела такую картину, она удаляла лазером губы, причем она была беременна, это, конечно, был трэш вообще. Девушка лежала, и она вздрагивала, ей было больно, и она вот пыталась руками как бы прикрыться или что-то такое, вот руки, и она на нее прям кричала, руки под жопу я сказала, я пришла в ужас от этого просто. Но, видимо, когда такое большое количество клиентов, у мастера он может себе позволить такое, но это было давно, тогда мастеров было хороших, тем более дефицит их было мало, и, наверное, тогда это прокатывало, но сейчас я вам рекомендую не быть грубым со своим клиентом, потому что когда он приходит на процедуру или даже еще на этапе звонка, например, мы как, даже себя вспомните, где-то в новой ситуации, вы как зверь, вы оцениваете вокруг себя ситуацию, вы смотрите, насколько опасно или не опасно, потому что вы не знаете, что это за процедура, будет ли вам больно, там еще что-то, если на вас мастер прикрикивает и как-то с вами себя некомфортно ведет, то вряд ли вам захочется к нему прийти еще раз, привезти туда свою маму, дочку, подружку, друзей и так далее. Поэтому не будьте грубыми с клиентами, это очень отталкивает. Попробуйте для интереса просто поставьте камеру и снимите себя со стороны, как вы общаетесь с кем-то, а потом просто пересмотрите, и вы будете удивлены, сколько каких-то таких вот мелких грубостей в процессе вы можете совершать, и потом их искореняйте, контролируйте и фиксируйте. Еще одна ошибка – это заискивать перед клиентами, лебезить. Вот знаете, такие бывают лакейские словечки, тапочки, локоточки, губки, вот эти все слова, они вызывают такое, знаете, пренебрежение в дальнейшем от клиента к мастеру, потому что если мастер лебезит, вот настолько он такой весь как лакейский тон использует, то уже вы перестаете быть авторитетными, и где-то, где нужно настоять на своем, где нужно убедить клиента, он не будет вас слушать, вам будет сложнее гораздо, потому что перейти вот от этого лакейского тона к авторитетности, ну, практически невозможно. И если вы, в принципе, себя так ведете, это за собой фиксируете, то просто поймите, может быть, вы не уверены в чем-то, может быть, вам нужно подкачать какие-то свои скиллы, может быть, вам нужно узнать чуть больше об этой профессии, чтобы не вот этими словечками всякими не пытаться заполнить, не знаю, пустоту или тишину вокруг. Когда у меня была сеть студий, я помню, я видела этот случай, меня поразил, когда сидит клиентка такая барыня на кушетке, а у нас было железное правило в бахилах ходить. И я захожу, мастер, я этот момент уловила, я увидела, что она видит, что ее клиентка без бахил, и она бах и убежала куда-то. И я понимаю, что она сбегала за бахилами, и начинает, дайте, говорит, ножку, дайте ножку, я одену вам бахилы. Меня просто поразило это до глубины души, потому что я увидела на лице клиента такое недоумение, и потом я наблюдала всю эту процедуру, как клиент помыкает этим мастером. Все. Она никогда бы не стала для нее больше авторитетным специалистом в своей области. Поэтому все вот эти словечки исключайте. Наша процедура, она не болезненная, она не требует какой-то вот этой сильно ласковости большой по отношению к клиенту. Просто будьте уверенным в себе специалистом, к словам которого должны прислушиваться. Потому что без авторитета в нашей области никак. Клиенты часто пытаются диктовать, что будет у них на лице, и уходят с каким-то трешаком потом в итоге. Это видят другие клиенты, и не случается потом у вас сарафана. Потому что все-таки кто специалист из двоих? Клиент и мастер? Конечно, мастер. Поэтому мастера должны воспринимать как авторитет. А с этими всеми словечками это будет сложнее. Еще одна ошибка – это незнание основ своей профессии. Это случается очень часто с теми, кто пошли, пообучились там 7 дней на каких-то курсах очных и начинают сразу работать. И у них огромные провалы вообще во всех областях. Они не знают, что такое пигменты. Они не знают основ физиологии, анатомии. Они не знают основ медицины, которые должны быть все равно. Они не знают ничего про анестезию. Они начинают плавать, юлить, что-то придумывать. Я тоже это наблюдала. Мы ввели скрипты. Мы стали допускать, когда… Ну, я сейчас говорю про нашу сеть студий. Мы стали допускать мастеров к работе с клиентами только после того, как они сдавали экзамен полностью по всем аспектам, которыми должен владеть мастер перманентного макияжа. Это достаточно большой диапазон знаний, которые должны быть в голове у каждого мастера. Наверное, начиная даже от психологии общения с клиентом, когда вы должны уметь разговорить любого клиента и расположить его к себе. И продолжая химией, пигментологией, колористикой, знанием анатомии лица, большое количество информации должно быть у вас в голове, чтобы вы могли, в принципе, поддержать беседу на любую тему и быть очень компетентным. И у меня есть случай из моей практики тоже, когда я в самом начале работы что-то там умничала про анестезию или про кожу, какую-то несла ерунду, честно говоря, откровенно. А у меня лежала женщина-клиентка, она меня слушала, слушала, потом говорит, Леночка, вы знаете, а я доктор, и вы сейчас мне такую ерунду рассказали. Мне я там пунцовая стала вообще полностью. Вот с этого момента я поняла, что лучше молчать, чем нести парамедицинский бред, например. И это касается всех областей, потому что вы не знаете никогда, кто лежит перед вами. Возможно, это химик, возможно, это доктор, возможно, это художник профессиональный. И вы можете выглядеть глупо и некомпетентно, когда вы не владеете информацией. Поэтому прежде чем идти учиться, изучите огромный пласт информации, который вы должны владеть. И это вы можете сделать в нашем клубе «Инкубатор». Ссылка будет в описании к этому видео. Абсолютно все знания, которые должны быть у мастера в голове, там собраны. Еще один момент, который я наблюдала у мастеров с клиентами, это такая, знаете, отчужденность. То есть мастер там о чем-то своем думает, он где-то витает, он не удосуживается объяснять все свои действия, что он будет делать, почему он выбрал то или иное. То есть он настолько великий специалист, что не снисходит до общения с клиентом. Клиенту тоже некомфортно, потому что, но это ненормально, когда клиенту некомфортно, потому что он пришел, доверил вам свое, самое важное, он доверил вам свое лицо, и вы должны объяснить все. Вы должны быть дружелюбным, без заискивания, естественно, но вы должны быть максимально к себе располагающим. Не приносите свои проблемы из дома на работу. Просто зашли, как отрезало. Здесь вы новый человек, который общается со своим клиентом, так, как будто вы хотите с ним дружить. И тогда все клиенты вас будут любить и рекомендовать. Кстати, все эти ошибки, они собраны, в общем и целом, из моего опыта личного и из того, что я наблюдала, находясь в своих студиях, потому что их было у меня много, и мастеров у нас единовременно работало до 70 человек. Представляете, какое количество историй и всяких вот ситуаций я наблюдала и разбирала на собраниях, которые у нас проходили постоянно. И одна из тоже таких важных ошибок, я считаю, это когда мастер начинает много говорить о себе, о своих каких-то проблемах, заботах, что-то рассказывать. Клиенту почти всегда это неинтересно. Вообще, в принципе, люди говорить любят о себе, поэтому лучше сделайте так, чтобы раскрылся ваш клиент. Это можно сделать через какую-то небольшую историю про себя, короткую, когда клиент потом подключится и как бы в ответ расскажет что-то о себе, и все, дальше так и случается вот эта химия между клиентом и мастером. Поэтому не старайтесь рассказывать о себе, наоборот, узнайте максимум о клиенте, даже вам я такой лайфхак скажу, обязательно введите CRM-систему, не знаю, но не блокноты точно, потому что сейчас огромное количество всевозможных вот этих CRM-систем, где вы можете записать все данные клиента, начиная от телефона, его фотографий до после, каких-то особенностей поведения кожи во время процедуры, и потом самое важное, какие-то особенности в общении, потому что если у вас там 3, 5, 7 клиентов в день, каждый день, через 2 месяца вы не вспомните того человека, а через год и подавно, с которым вы обсуждали что-то, может быть, даже довольно важное. Если вы запишите какие-то вот эти вот основы, ну не основы, а какие-то выжимки из вашего разговора, например, там кот болеет, или дочка замуж собралась, или что-то вот такое, и потом через месяц, или через год, когда этот клиент к вам придет, вы просто возьмите за практику проверять записи о клиенте, и вы это прочтете, и вы просто упомянете вскользь, ну как там ваш кот выздоровел, вы просто поразите вашего клиента, потому что не всех вы запомните, и конечно вы запомните какие-то очень яркие личности, которые к вам попадут на процедуру, но основное количество, они просто вот так сольются, такой ровной чередой. А если вы подготовитесь и перед процедурой посмотрите, о чем вы разговаривали в прошлый раз, то вашему клиенту это очень понравится, и вы поймете, насколько он будет уже по-другому к вам относиться, и естественно вас рекомендовать, потому что кроме мастерства, которым вы естественно должны овладеть в совершенстве, очень важна вот эта вот часть общения с клиентом, когда каждый клиент должен захотеть с вами дружить, он просто должен просить ваш телефон и говорить, а пошли вечером в кафе, ну мне так с тобой хорошо было, и вот это вот то идеальное, к чему вы должны стремиться. Во-первых, вы реально можете завести себе кучу полезных знакомств, а во-вторых, ну хотя бы тогда влюбленный в вас клиент будет уходить и вас сразу рекомендовать всем своим друзьям, а это очень важная часть, как не тратить деньги на рекламу, а как получать клиентов совершенно бесплатно по сарафану. Есть такой еще очень интересный нюанс, это скрипты. Они не у всех есть, особенно у тех, кто работает сам на себя, и очень часто мастера начинают путаться. Вторая, третья процедура, он уже, ты уже забыл просто, о чем ты говорил, ты сказал или не сказал, должна быть некая канва в общении с клиентом. У нас в студиях это были скрипты, которые мастера должны были знать просто на зубок, они их могли немножко там видоизменять, чтобы это не выглядело как скороговорка, какая-то заученная, но скрипты позволяют вам точно знать, что вы донесли абсолютно всю информацию до вашего клиента, потому что он ничего не знает о коже, он ничего не знает о красках, он ничего не знает о том, как будет выглядеть через неделю, через месяц и так далее. Вы все-все-все должны это проговорить. И если вы где-то какой-то блок пропустили, вам начнутся звонки после процедуры, что вот у вас губы слишком яркие, а брови слишком там побледнели, а глаза опухли. Ну, короче, вот эти все нюансы, на которые вам придется тратить свое время, вы могли бы этого избежать, если бы вы грамотно пообщались с клиентом, прошлись бы по всем скриптам и объяснили бы ему все максимально подробно. Еще важный момент, когда вы все-все-все объяснили, в конце задать несколько наводящих вопросов, чтобы вы поняли, клиент вас слушал или думал о чем-то своем, он вообще вас понял или вашу процедуру божественную он испортит, уйдя от вас и забыв то, что вы ему говорили. Если у вас нет скриптов, то вы можете в описании к этому видео по ссылке их скачать. Мы с вами делимся совершенно бесплатно таким сокровищем. Скачайте, изучите и используйте. Еще такой очень важный момент это тактичность в работе. То есть, знаете, как должно быть? Вы должны озвучивать абсолютно каждое свое действие. Я сейчас выщипаю вам волосинку, я сейчас нарисую вам эскиз, я буду сейчас вас фотографировать, улыбнитесь. Я сейчас до вас дотронусь и сделаю первое прикосновение машинкой. Особенно это важно, когда вы работаете с клиентом, у которого закрыты глаза и, например, анестезия, и он не знает, что с ним делать, он вздрагивает и он пугается. Это очень некомфортно. Просто вспомните себя, когда вы были, например, на приеме у стоматолога и вам не предупреждая что-то начинали делать. У меня есть такой опыт и я очень хорошо запомнила, когда доктор малейшее просто свое прикосновение озвучивал. Мне было максимально комфортно в этой некомфортной ситуации. Наверное, самое ужасное, это то, когда реально клиент лежал с закрытыми глазами под анестезией и начинает что-то делать. мастер, клиент просто аж вот так подпрыгивает и пытается глаза открыть. Ну, потому что мы животные, которые на рефлексах. Поэтому все проговаривайте, абсолютно каждое свое движение, прикосновение, все, что вы собираетесь делать, подвинуть стул, стол, как-то пошуметь, ну, короче, все-все-все, чтобы клиент у вас не волновался. Еще очень частый напрягающий лично меня момент это понебратство. Это когда мастер сразу на ты, как-то так вот, как будто сто лет знакомый пили на брудершафт общается, это может напрягать. Вы можете, безусловно, общаться на ты со своим клиентом, но только после некоторого разговора и после того, как вы спросите его, а можно на ты? Потому что иногда бывает некомфортно с абсолютным ровесником или с кем-то, кто младше тебя общаться на вы, некоторым людям. Мне, например, вообще нормально, я со всеми общаюсь, кроме детей, наверное, на вы. И мне так на самом деле комфортно соблюдать некую дистанцию. Но если вам комфортно на ты, вы должны обязательно спросить и не тыкать до того, как вам не позволят. Потому что даже человек, который младше вас на много лет, может не хотеть общаться с вами на ты, потому что это некая такая граница, которую перейдя, уже немножко сложно что-то требовать или чем-то возмущаться. Поэтому всегда спрашивайте и всегда думайте о том, комфортно ли вашему клиенту в общении с вами. Еще один важный момент это забывание о клиенте напрочь сразу после процедуры. Часто мастера что-то пообещают, они говорят, я вам сейчас пришлю ваши фотографии или там памятку по уходу. И просто напрочь забывают. Если вы не справляетесь уже с потоком клиентов, то вам нужно завести администратора, который будет делать это за вас. Потому что по себе знаю точно, когда я сижу у кого-то на процедуре, я вроде все поняла, все усвоила, выхожу просто у меня чистый лист бумаги. Мне обязательно нужна какая-то напоминалка. О следующей дате визита, о том, что со мной будет через день, через два, через пять, о том, как ухаживать, о том, что можно делать, что нельзя делать. Короче, вот эти все вещи, которые говорят о вашей заботе, о клиенте и о том, что вы хотите с ним работать долго и плодотворно. Поэтому никогда не нарушайте данного слова, никогда не забывайте о клиенте, когда он от вас ушел. Это, наверное, самое важное. Клиент, пришедший к вам один раз, он должен стать вашим навсегда. То есть он к вам должен прийти на коррекцию, на все остальные зоны, потом на обновление и вместе с вами переживать все ваши повышения цены, с вами лояльно оставаться на долгие-долгие годы. И именно вот эта вся вот забота, которую вы окружите вашего клиента, к этому и должны привести. Также очень важный нюанс, не знаю, который меня, например, начисто выбивает просто из колеи, если я общаюсь с кем-то, это неприятные запахи. То есть вы можете пахнуть потом, у вас может неприятно пахнуть изо рта, вы можете пахнуть сигаретами, хоть вы там, не знаю, жевали жвачку, но у вас пахнут руки, волосы и так далее. Все это создает такое негативное вот это вот ощущение, неприятное послевкусие, потому что вы должны быть идеальным мастером конфеточкой, в идеальной одежде, с идеальным запахом. То есть если вы весь день говорите, с клиентом общаетесь, и даже если вы в маске, запах все равно проходит сквозь маску, поэтому освежайте дыхание, не ешьте вонючих продуктов, и не знаю, что делать с теми, кто курит, во всяком случае делайте что-то, чтобы от вас не пахло, потому что вы слишком близко контактируете с клиентом, вы рисуете эскиз, прям подходя к нему близко, вы наклоняетесь в работе к нему близко, и этот запах он просто может вызывать страдания во время процедуры, как например вот у меня бывает, я иногда просто на какой-нибудь процедуре у какого-нибудь специалиста перестают дышать, потому что мне настолько некомфортно, я не знаю, может вы тоже замечали, иногда бывает ты в лифте, едешь с кем-то и не дышишь всю дорогу, потому что тебе прям супер некомфортно дышать даже в лифте одним воздухом с каким-то человеком, у всех есть свои заморочки, поэтому вы должны быть просто идеальны, потому что у нас слишком близкий контакт с нашими клиентами. Ну и последнее, наверное, такое тоже важное, это отсутствие заботы, она бывает такая, знаете, искренняя, когда вы видите, что, например, ваш клиент подмерзает, его укрыть, предложить им, потому что он часто стесняется попросить, я знаю точно, я как мастер люблю работать в холоде, и я вижу часто, что клиенты подмерзают, надо их чем-то накрыть, или, например, вы понимаете, что болит спина лежать, подложить валик, ну короче, вот эти все нюансы, я вспоминаю, как я после операции лежала в больнице как-то, и мне было так что-то плохо, прям херово, и просто санитарка пришла, и она была вся такая, как будто это была моя бабушка, это сразу у меня как-то вот к клинике даже расположило, я не знаю, их там так воспитывают, что они вот так относились, но реально, когда человеку некомфортно, когда что-то неприятное с ним делают, когда он находится в чужом вообще пространстве, когда он всего стесняется, вот бывали моменты, знаете, например, я обращала внимание, лежит клиентка, а у нее юбка короткая, ей некомфортно, она ее пытается отдернуть, и вокруг ходят какие-то люди, а мастеру пофигу, ну, возьми на крой, предложи там пледик какой-то, чтобы было более комфортно, короче, вот эти все детали в себе воспитывайте и культивируйте, потому что, еще раз, после процедуры вашей клиент должен уходить в полном ощущении заботы, счастья какого-то, что он стал красивым, что с ним работал человек, с которым он бы хотел вообще дружить и общаться, и вот это вот создает ваш облик такого классного мастера, будут возвращаться и приводить клиентов по сарафану.